Всем привет, мои дорогие друзья! Новый Путь Бомжа, третья серия, и вы сейчас видите вот такой вот розовый экран. Во-первых, это потому что ты еще не поставил лайк, обязательно поставь лайкосик на данный видеоролик. Ну и также мы качаем еще здесь нарколомку. Плюсом, если ты напишешь свой никнейм в комментарии, то есть шанс выиграть 150 тысяч вирт. Понятно, немного, но все-таки это Путь Бомжа, а эти 150 тысяч мне дали в предыдущем видеоролике, и многие решили, чтобы я их разыграл. Также этот ролик действительно интересный, очень даже интересный, потому что в данном видеоролике меня чуть не забанил администратор. А вот за что он меня забанил, смотри именно в этом видеоролике. Первым делом, что мне необходимо было сделать, это конечно поехать со всеми нашими бойцами к каким-то непонятным зданиям, и конечно же коптить территорию. Потому что я нахожусь в банде, и все-таки территория это наша заработная плата, за каждую территорию нам дают там плюс 250 баксов в зарплате, или около того, честно говоря, не помню сколько там дают, но все равно это очень даже круто. Как только активировался Пайдэй, и стало 0-0 часов, мы сразу начали коптить. Конечно, у меня не получилось закоптить, к сожалению, но самое главное то, что не закоптили нас, а закоптили мы. И, собственно говоря, получилось так, что коптанули Гроув Стрит. Но с Гроув Стритом все было намного интереснее. Нас опять же привезли в район Глен Парка, вроде бы куда-то вот туда. Когда начали мы стреляться с одним типом, у меня здесь нифига не получилось, потому что он стоял там за таким узеньким деревом. Ну и плюсом, вдобавок, нас чуть не снес читак, как вы сейчас можете заметить. То есть мясовозочку нашу начали сносить, но администрация сам ПРП максимально быстрая, и сразу читер получил блокировку. Не знаю, как так быстро администратор сориентировался. Он просто молниеносно забанил этого читака, и в целом мы продолжили свой путь. Здесь нас выкинули уже около, кстати, места, где мы в дальнейшем будем также проходить квестики. Здесь у нас тоже грувята бегают все, перестрелки, в общем, было очень круто на самом деле. В основном в гетто очень много плюс сэшеров, ну а как известно, я плюс сэшер, ну не особо умею. Я по большей части РП стрелок, и РП стрельба у меня довольно-таки такая интересная. В целом здесь мне удалось убить двух типов, и при том с одним челиком мы гасанули друг друга. Вот это меня тоже на самом деле удивило. Ну и конечно же, как только я сюда приехал уже в очередной раз, потому что уже я задолбался, конечно, умирать. Пытался запрыгнуть на дерево, чтобы залезть потом на здание, но у меня этого не получилось. Я решил забежать на другую абсолютно крышу и пострелять просто с М4, потому что арабка есть арабка, ты издалека стреляешь, дигл тебя не достает, и в принципе ты можешь так контролировать территорию, и гасить других типов, которые ваших пытаются завалить. Сразу я спалил пару человек, которые выбежали также с машины Гроф Стрита, постреляв по одному человеку, и вон выше я стреляю по другому человечку, и прикол в чем? Дерево у меня там есть, но, к сожалению, оно расположено немного не так, как надо. И да, ребята, да, за это мне чуть не выдали варны, чуть не забанили аккаунт, так как аккаунт у меня там второго уровня, и конечно, если такое будет, ну, могут спокойно выдать бан, потому что варна выдается там с четвертого или с пятого уровня, а если ты, соответственно, просто обычный второй левел, тебе спокойно могут выдать бан, и все. И, кстати, мы сейчас видим вот этот как раз-таки момент, то, что мне просто дали прекрасный подарок. Я сразу не понял то, что это типа мне, я думаю, ну ладно, Ник-то сам по себе я еще особо не запомнил, поэтому я думаю, а, все фигня, только потом я понял то, что все-таки меня кикнули с сервера, предупредив. И тут, кстати, мне еще один человек прислал 300 тысяч, которые мы также разыграем в следующем видеоролике, поэтому, ребят, собственно говоря, готовьтесь к тому, что в следующем видеоролике у нас начнется розыгрыш, по завершению розыгрыша, который мы разыгрываем в этом видеоролике. Также, ребят, огромная просьба, кто играет в гетто, кто занимается каптами, подкиньте идеи, чем можно позаниматься в гетто, потому что я, честно говоря, не предполагаю. За исключением, конечно, ЛСА, потому что ЛСА, да, тема интересная, да, это круто, да, ты там ездишь, собираешь материалы, также можно еще поделать какие-нибудь там граффити, еще что-то, но а где конкретно заработок? Вот реально, люди, которые шарят за все это, объясните, где зарабатывать деньги, будучи бандосом, потому что я, честно говоря, особо не знаю. Ну, как бы я раньше знал, но я подзабыл. Здесь, кстати, я тоже залетел к Гоустриту, но здесь я уже побоялся по ним стрелять, потому что тоже расположены деревья, и я думал, мало ли что, ну, могут и заварнить, могут и забанить. Сами понимаете, здесь я уже такой, типа, не, надо как-то поосторожнее играть. Прыгнув в такси, в чем прикол, мотовозок у нас нет, мясовозов тоже нету, все мясовозы уехали на Коптык, таксист решил нас просто повозить, и с помощью таксиста я уже попытался добраться до места назначения, что, кстати, без проблем, конечно же, получилось. Таксист был, походу, за нас, либо решил просто нам помочь, непонятно зачем, типа, может, там наделся на чаевые. Ну и, конечно, кстати, прикол в чем, то, что, скорее всего, таксист просто таким образом прокачивал скилл таксиста, потому что в момент Копта, когда особенно сейчас x2 бонусы на сервере прокачивает скилл таксиста, таким способом максимально быстро ты сажаешь 4-х человек, отвозишь их в квадрат, и они сами уже тебя ставят там хорошо, оценочки всякие, и все просто замечательно. По приезду в квадрат нас попытался снять довольно такой заряженный чибрик, и, как бы, я немножко подохренел, насколько жестко ребята некоторые плюс сэшат, реально настреливают, побежав за какой-то мадамой, надеялся ее убить, но, увы, меня все-таки опередили. К счастью, мы этот Капт выиграли, и это был мой первый Капт за охренеть какое долгое время. Я просто поражаюсь тому, что мы его смогли вытащить, и даже я кого-то смог все-таки гасануть. Спасибо всем огромное за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Увидимся в новых сериях, всем желаю удачи и всем до скорого.